10 команд, 156 спортсменов, 29 матчей, в которых было заброшено больше 300 шайб. Это только краткая статистика по первому чемпионату воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой. Он проводился на базе Ледового дворца десант имени генерала-лейтенанта Чекризова. Организаторы сообщили, что от привычных правил хоккея решили отойти сознательно. Например, силовые приемы здесь запрещены. Так как у нас регламент служебного времени в первую очередь не позволяет растянуть его больше одной недели. Поэтому мы немного его сократили, хотя 6-7 игр в день, представляете, 5 дней мы уже здесь трудимся на площадке. Поэтому мы отправил, немного отошли. Не чистое время, а грязное время у нас идет на табло. В таком ускоренном темпе все матчи были отыграны за неделю. Команды разделили на две группы. А. Сборная воздушно-десантных дивизий и Б. Бригады ВДВ. По словам участников, первая считалась самый сильный. И рязанская команда была именно в ней. В нашей группе были достаточно тяжелые игры с учебным центром 242-м городом Омск. Очень тяжелая игра была со 106-й воздушной дивизией. Ну и, конечно же, крайне нервная тяжелая игра была вчера с 106-й дивизией за выход в финал. Команда рязанского высшего воздушно-десантного командного училища победила омичей со счетом 8-4. И 20 февраля прошла финальная игра с командой из Пскова. Судьи успели окрестить ее противостоянием сильнейших. Дело в том, что рязанская команда уже несколько лет принимает участие в областных турнирах по хоккею. А в Псковской играют пять профессиональных хоккеистов, которые уже закончили карьеру в спорте. Тренировалась команда рязанского военно-воздушного училища практически ежедневно. Тренировочный процесс у нас достаточно хорошо отлажен, благодаря тому, что наша команда прежде всего идет навстречу в плане развития хоккея. У нас есть свой ледовый дворец, очень комфортные условия. Тренируемся, мы стараемся тренироваться ежедневно, но в связи с достаточно интенсивной боевой подготовкой, которая у нас в училище. Не всегда получается собраться в полном составе, но мы очень стараемся. Чемпионами турнира стала команда из Пскова. Рязанцы же заняли почетное второе место. Но игроки не расстраиваются. Говорят, что если турнир станет доброй традицией, то в следующем году обязательно смогут победить. Но расслабляться пока рано. Впереди новые тренировки. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команды воздушно-десантных войск, которая примет участие в чемпионате вооруженных сил Российской Федерации в июне 2018 года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.